Девушки отдыхают Вечный огонь ведет нас Ох уж эта молодежь, хуже, чем мы Не откладывай на завтра, откупи сегодня Здесь выступает труппа мадамы Рен Ну да, только для входа нужен билет Представление-то пока не началось Актеры просто так что-то там повторяют Но и на это дело тоже поглядеть любопытно Так что, дать билетик? Ты же сам сказал, представления нет Но билетик-то ты купить можешь? Так как? Один? Да, один Держи Только не мозолим глаза На этих ребятициях актеры жутко стесняются Почти получилось, но... Мои грозные укидавить твои римы Что теперь-то не так? Сама не знаю Просто надо больше огня Мадамы Рен, мы можем поговорить? Геральт из Ривии Лютик столько нам о тебе рассказывал Он с тобой? Нет, но надеюсь, что он тут скоро появится Я по поводу Дуду Пойдем поговорим в мою квартиру в задней части театра Там никто не будет нам мешать Чем я могу тебе помочь? Дуду и Лютик давно у нас не показывались У Лютика неприятности Об этом я догадывалась Вопрос, насколько серьезный Увел чью-то жену и теперь должен скрываться? Сочинил обидные куплеты Про жрецов Вечного Огня? Хуже Я попробую вытащить его из этой истории Но сперва мне нужно связаться с Дуду Но ведь он тоже пропал У меня есть идея, как его сюда заманить Но для этого мне понадобится ваша помощь Я могу на вас рассчитывать? Конечно Но что мы можем сделать? Я хотел бы поставить театральную пьесу Такую, чтобы народ к вам в театр валом валил А, ты хочешь, чтобы Дуду прослышал о представлении? То есть нужна совершенно новая пьеса? И кто ее напишет? Присцилла Пьеса уже готова Это история о ведьмаке, который спасает доктора Звучит недурно Я с удовольствием посмотрю текст Но сперва надо подумать о том, как собрать зрителей И о какой-нибудь охране Ты займешься этим? Как бы нам собрать зрителей? Если мы хотим, чтобы о пьесе услышал весь город Нужно поговорить с кайрами А что за кайры? Это группа уличных артистов Если они возьмутся за дело О нашем представлении узнают даже мидии в порту Где мне их искать? Когда-то они снимали квартиру в обрезках В каменном доме рядом с парком Но не знаю, там ли они еще В последнее время их что-то редко видно Может, они отошли от дел? Я все узнаю Спектакль о Доплерах может не всем понравиться Но чтобы сразу вот так нанимать охрану? Я не знаю, часто ли ты бываешь на представлениях Но в Новиграде публика считается особенно сложной Гнилые яблоки, помидоры, яйца Скорее топоры, тесаки и кирпичи Ну хорошо Вы знаете кого-нибудь подходящего? Может поискать в доках? Там всегда найдется пара таких Что за несколько крон возьмутся за любую работу Спасибо за помощь Я вернусь, когда найму охрану До свидания Дайте жить спокойно Хамье повсюду Не знаю, для чего ты ищешь О-о-о Какой собия Вот холера Красивая мелодия Только ужасно грустная Значит, она передает мое настроение Чего ты здесь ищешь? Я ищу Каир Это вы? Нечем нам платить Оставь нас в покое Это какая-то ошибка Простите Я думала, домовладелец нанял нового бандюгу, чтобы содрать с нас денег Нового бандюгу? Большое спасибо Прости Ты грозно выглядишь А у нас в последнее время одни неприятности Ниса в последнее время вся на нервах Да у нас у всех Не нужно мне от вас никаких денег Наоборот, я сам готов заплатить Если вы согласитесь зазывать народ на новую пьесу Мадам Ирен Ох, боюсь, это невозможно С тех пор, как мы стали петь балладу О жрице Хэмельфарте У которого на уме только шлюхи и жратва К нам прицепилась банда Толстого Это кто такие? Обычные разбойники на службе церкви Теперь полно таких Они угрожали Ниссе Говорили, что отрежут ее острые уши Не дают нам выступать Прогоняют зевак, ломают инструменты А последнее время постоянно караулят у нашего дома Мы уже не знаем, что делать Они только угрожали? Пока да Но это вопрос времени Ниса слышала, как они говорили о поджоге Ну хорошо, а вы поможете мне с пьесой, если я отважу от вас Толстого и его дружков? Конечно, но это будет нелегко С ними не сговоришься Я и не собирался с ними разговаривать Повтори, что ты сказал Я? Я ничего не говорю Мало того, что еретик, так еще и лжец Что мы с ним сделаем? Отобьем ему почки Ну и в кошелее у него, может, что завалялось А, вот и вы Эй, толстый, глянь-ка Сдается мне у него кошачьи глаза Ну точно Видать, мать его, коты на крыше драли Ты чего потерял в городе вечного огня, паршивец? Оставьте музыкантов в покое Это те гниды, что оскорбили иерарха Хемельфарта Бабником его возбали Да я, скорее, священный огонь носу Пусть только спустятся, поэты недотраханные Я им эти флейты в жопу засуну Богохульникам А уж тогда, что они пернут Сразу новая мелодия Проваливайте отсюда, живо? Что? Вот сука Не везьте его, парни! Давай! Д��� наш пойдет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Орг Zoom weet умそ слизистил Дал ты им прикурить! Здорово! Раз, два! Через спину и по башке! Наконец-то я смогу выйти из дома без капюшона. Спасибо. Большое-большое спасибо. Да что ты. Не за что. Ну как же. Я хорошо помню, что мы обещали за помощь. Будем расхваливать пьесу Ирэн, пока не охрипнем. Сколько вы за это хотите? Ничего. Ты помог нам, а теперь мы поможем тебе. Вот увидишь, мы полгорода в театр загоним. Так, быстро собираемся и на улицу. До встречи. Эх, ведьма, вот у тебя жизнь. Очередной пыль. Эй, да ведь в этом хлебе машины и карточки. Пойди еще пар. Попробуй еще спину. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойди поохранять, что там тебе надо. Даром. Нога. Бери назад свои деньги. И не боись. Мы придем вовремя. Сделаем все в лучшем виде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не откладывай до завтра. Купи сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глядишь тут какая уродинка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хотел обсудить текст пьесы. Совсем неплохо написано. А мне нравится. Ради Дуду я была готова рискнуть репутацией театра. А теперь вижу, что это может быть действительно интересно. Я даже знаю, кому дать роли слуги, ведьмака и королевы. Надо еще подумать про князя и княжну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы хорошо зарабатываете на представлениях? По-разному бывает. Если угадаешь момент, публика едва вмещается на площади. А иногда весь заработок горсть медиков. Разумеется, ты тоже получишь гонорар. В конце концов, сейчас ты часть трубки. Хм, спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто сыграет ведьмака? Один любитель. Я с ним еще не работала. Но я уверена, что с этой ролью он справится на отлично. Он в трупе недавно? В каком-то смысле. Не притворяйся, будто не знаешь, что речь идет о тебе. Хорошая мысль. Не думаю, что мне удастся зажечь публику, но самое важное, чтобы Дуду меня увидел. Но ты же будешь стараться. Ты хотя бы выучишь текст? Разумеется. Подумаем про роль книжны. Роль маленькая, но очень важная. Кто бы мог ее сыграть? Присцилла. Вполне очевидный выбор. Она молода и красива. Правда, у меня сценический опыт больше. Пусть играет Присцилла. Не обижайтесь на большинство людей. Обращает на внешность больше внимания, чем на способности. Понимаю. Я дам ей знать. Уверена, она справится. Кого вы видите в роли князя Доплера? Безопаснее было бы взять Абеляр Элизе. Он в нашей труппе давно. Работает безупречно. Но толпу не заведет. А другой вариант? Максим Болье. Это великолепный актер. И публика его обожает. Но, к сожалению, никогда не знаешь, придет ли он на представление трезвым. Да и придет ли вообще. Возьмем этого Абеляра. Лучший солидный ремесленник, чем непредсказуемый талант. Ты прав. Вся затея и без Максима достаточно рискованная. Так, роли мы распределили. Похоже на то. Ну что? Готов выйти на подмостки? Я просмотрел текст по дороге. Просто из интереса. Так что можно начинать хоть сейчас. Тогда не будем терять времени. Идем на сцену. Золотом. Что ты тут делаешь? Я слыхал от присылы, что вы собрались ставить пьесу. И ты сыграешь главную роль. Не главную. Я и подумал, нельзя ж такое пропустить. Скажи, тебя оденут в рейтузы? Пойдем, Геральт. Тебе нужно собраться перед выступлением. Удачи. Дамы и господа, достойные обыватели священного города Новиграда. Приглашаем на блестящую комедию под названием «Избавление Допплера». В ролях «Ведьмак Геральт» в роли самого себя. Катарина в роли королевы. Лео Рибе в роли подлого слуги. В роли князя выступит ветеран Новиградской сцены Абеляр Ризе. В роли княжны вы увидите очаровательную девушку-министреля, обладательницу соловьиного голоса Пресциллу. Королева, укротитель чудовищ, которого ты призвала, ждет в коридоре. Пригласи его. Для куражу винишко глотну я слегка. Ведьмак, о поддержке молю в деликатнейшем деле. Знаю, монстр покусится на наше веселье. Отсеки же голову, ты у чудища злого. А награду я дам на подушках пуховых. Избавлять от чудовищ моя жизнь и работа. Я ее и за даром исполню с охотой. Он крючок заглотил. План удался отлично. Коль жених на балу поменяет обличье, тут ведьмак и транзит. Чудо-юдо, как с пиццей. Да и гости другие с ним станут биться. Ах, только жаль мне дитя. Будет плакать девица. Но не брать же мне монстров зитья, чтоб срамиться. Нас призвал сюда повод достойной волнения. На помолвку княжны всяк идет без сомнения. А про чудовище ни слуху, ни духу. Может, он средь гостей и сейчас меня слышит. Любимая, долго скрывали мы наши пламенные чувства. Месяцами таили мы страсти томления. Так довольно секретов. Вот тебе предложение. Сейчас признаюсь в любви и паду на колени. Я согласна, любимый. Согласна. Внимание! Чин велит молодым, чтоб бокалы поднять им или счастье их древним омрачиться проклятием. Измена! Не вина, а воды с серебром мне подали. Вот таким существом вы меня не видали. люди, люди, он не князь. Это Доплер принял его облик. Вот так пара, княжна и полиморфная особь. Это монстр, о котором тебе я сказала. Бей его и пусть кровь обогрит эту залу. Монстр он или нет, я люблю его страстно. Прочь клинки! Не пугайтесь Доплера напрасно. Он существом был всегда безопасным. Помните, делает монстром не облик, а злой характер, как у этого слуги. Прав, ведьмак. То подлого слуги наветы. Меня сбили с пути его злые советы. Человек ли мой зять или Доплер неважно любит дочь моя искренне, сердцем отважным. Мораль истории любой из вас постиг. Не тот чудовище, кто с виду многолик. Ведьмак, каждый Доплер тебе будет другом. а тюремный подвал домом всем подлым слугам. Стража! Позовите стражу! Пусть заберет отсюда этого изменника! Ай вы! Слышали, что княжна приказала? господин мой, давайте на сцену! Закуйте изменников, кандалы! Не бойся. Все потом жили долго и счастливо. Скоро Доплер с княжной и свадьбу сыграли из тюрьмы и слугу к ним на пир отпускали. Доплером место в костре! Сжечь всех на костер! Да успокойся ты! Не видишь? Тут жуки шутят. В комедии даже и гуль мог бы князем стать. Не переживай, сука! Геральт! Как ты меня распознал? Привет, Дуду! Я слышал, ублюдок оставил тебе отметину на память. Значит, ты обо всем знаешь? Ты встретил Цири? Нет, мы пока ее ищем. А, Геральт, как все вышло-то? Давно уже я так не смеялся. Расскажу ребятам, они же не поверят. Ты можешь мне объяснить, как вам с Лютиком удалось перейти дорогу одновременно Ройвину, ублюдку и храмовой страже? Все пошло не совсем так, как мы задумывали. Почему ты не связался ни с Присцилой, ни с актерами? Я был в театре несколько раз в разном обличии, но так и не отважился. Не хотел их подставлять. Но когда услышал про новую пьесу, то подумал, что это шанс узнать, что с Лютиком и Цири. Я знаю, что Цири вернулась за тобой к ублюдку. Как ты выбрался? Я побежал было за ней, но наверное я ей только мешал. Она крикнула, чтобы я сменил облик и исчез. Я их искал потом, Цири и Лютика, но они словно испарились. Я перепугался, каждый день принимал новый облик. Я подумывал, не принять ли мне облик Цири, чтобы обмануть тех, кто ее искал, его, а? Давно? Давно. Я тоже. Теперь-то она уже во взрослую деваху выросла. Дуду, обратись-ка в нее на минуточку. Геральт, превратись в нее. Все? Все? Я странновато себя чувствую, когда вы на меня так тарачитесь. Все, хватит. это была плохая идея. Ты же не сердишься на меня, а, Геральт? Нет. Ну, мне сразу полегчало. А что с Лютиком? Нашли вы его? Его схватили охотники за колдунями, но у нас есть и хорошие новости. Менге нет в живых. Хорошо. Наконец, хоть кто-то его прикончил. Хотя на его место придет такой же, если не хуже. Не обязательно. Но тром чую, что это может быть вполне порядочный господин. О чем это он? С твоей помощью мы можем освободить Лютика. И что я должен сделать? Прикинуться Менге и отдать приказ перевести Лютика в Аксенфурд. А потом мы устроим засаду во враге и отобьем его. Погоди минуточку. Как же я стану Менге? Я даже не знаю, где держат Лютика. Никто не знает, что Менге нет в живых, поэтому не бойся, что тебя раскроют. Никто не знает, кроме вас. А ты не имеешь отношения к пожару в казармах охотников? Скажем так, я был рядом. Жалко я этого не видел. Лютика держат на храмовом острове. Придется тебе самому узнать, где именно. А если это покажется подозрительным, и они начнут меня расспрашивать? Бьюсь об заклад, что никто и никогда не станет докучать предводителю охотников. Кроме того, ты же Доплер, да еще и актер в придачу. Ты в любой ситуации справишься. Если станет горячо, просто зайди за угол и обратись в сисястую бабу или, ну, я не знаю, в галку там. Ясно. Спасибо. Ты справишься. Все думают, что Менге исчез, а значит, ты можешь рассказать им любую красивую сказочку. Мои ребята устроят засаду в овраге. Геральт присоединится к нам и будем ждать твоего сигнала. Как я в виде Менге с вами свяжусь и скажу, когда конвой отправляется. Ты наверняка что-нибудь придумаешь. Ну что, все ясно? Так, Дуду, двигай на Храмовый остров. Я соберу ребят и буду ждать тебя, Геральт. Помощь нам не помешает. Я попробую поговорить с Дикстой. Если он будет в хорошем настроении, есть шанс, что он одолжит нам своих людей? Мы с ребятами и сами управимся, но если уж ты так стусковался по Сиге... Это он от меня без ума. Он сам так сказал. Погодите-ка, а что потом? Вы же не ждете, что я останусь на этой должности, как Ле Шарель. Буду сидеть себе и только время от времени сжечь кого-нибудь для отвода глаз. Нет, мы ждем, что после всего ты придешь в шалфей розмарин, где мы все и встретимся. И нажремся, как дикие барсуки. Ну что, идет? Тогда за работу. А ты молодец. Ни единой ошибки. А как вам вообще представление? Публика, кажется, не все поняла, но это нормально. Благодаря Кайрам пришло действительно много зрителей. Это очень здорово. Хорошо, что ты выбрал Абеляра на роль князя. Максим наверняка забыл бы о премьере или пришел бы в стельку пьяный. Вот, прошу, твой гонорар. Должна сказать, твоя манера игры такая минималистичная. Ты учился где-нибудь в студии? Я учился в Кайраморхене. Минимум выразительных средств, максимум эффективности. Спасибо за гонорар. Удачи. Глядишь ты, какая уродина. Дайте жить спокойно. Мандир, ну и грозный у тебя вид, твоя милость. Эй, красавица. А что надо делать, чтобы ходим на кайрамор и ты? Я не 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 а 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 у тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Ты тут давече говорил, что у тебя ко мне слабость. Так вот, есть одно дело. О, Геральт, вот так начало. И чего ты хочешь? Я должен устроить засаду, и мне потребуется несколько твоих людей в помощь. Засаду? На кого? Дай мне таких людей, которые выживут в бою и смогут тебе об этом рассказать. Люблю я тебя, Геральт. И поэтому дам тебе аж троих моих лучших людей. Мне бы лучше что-нибудь на нацать. Нацать. Сколько ты думаешь у меня самых лучших людей? Больше трех. Будет тебе нацать, если я узнаю, что ты задумал. Я должен напасть на конвой храмовой стражи. А у тебя случайно нет ко мне каких-нибудь других просьб? Вот просто загляни в себя и скажи мне, а? Ты правда можешь дать мне только троих? Если ты собрался вмешиваться в дела вечного огня, я тебе даже столько не дам. Значит, ты мне не поможешь. Значит, в указанное место придут шестеро, которые не имеют ко мне абсолютно никакого отношения. Ясно? Ясно. Спасибо. Вот боеводляцы. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Целый отряд вызвали Знаешь, я вообще думаю Хороший это план И охотно тебе помогу И не то, чтобы мне не хотелось намолотить Этих долбочистивцев Хоть сколько-то Просто я не понимаю, почему, раз уж у нас Был Доплер, мы ему не велели Просто освободить Лютика Это было бы слишком подозрительно Менге исчезает, а потом возвращается со шрамом на лице И приказывает освободить Лютика Ну, может, ты и прав Фрисцилла? Что ты здесь делаешь? Какой-то мальчишка принес записку от Дуду Конвой отправится на рассвете Можно я останусь с вами? Я не могу дома сидеть Я так за Лютика беспокоюсь Не боись, отобьем твоего хахаля С нами лучше не балуй Лишь бы цел остался... Ох, сука, я бы в рифму сказал, Геральт Да предами ей не положено Возвращайся в город Пожалуйста Я же не буду вам мешать Ох, Геральт, оставь ты ее в покое Уступи ей Видишь, как она смотрит Как мой Бобик Когда у него был заворский шок Ладно, пусть остается Но при одном условии Да, знаю Когда начнется бой, буду держаться подальше Ах, пока еще ничего не началось Мы тут еще долго можем сидеть, дождать Тогда сыграем в Гвинт? Да, сыграем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это была плохая идея Ты сама предложила сыграть? Едут! Едут! Вот они! Исцилла, оставайся здесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасите! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поехали туда Субтитры сделал DimaTorzok Придется поискать следы Придется поискать следы Отпечатки четкие Конь был тяжело нагружен Спокойно, Плотва Это просто пчелы Какой-то смятый листок Но вспомнишь жестокое сердце Что словом хладным отказа разбило Да, он ведь будет переживать Когда узнает, что потерял это словоблудие Следы копыт Проезжал здесь кто-нибудь? Двое мужчин, один перекинут через седло Да, кажется, мелькало что-то такое Туда, налево отправился Только я бы голову на отсечение дал Что он бабу вез Потому как такой виск и вопли Видно, что ты человек бывалый Так скажи мне Вроде Коин захромал Конь пал, они не могли уйти далеко Эй, ты, что тут творится? В чем дело? Это я тебя спрашиваю, в чем дело? Какой-то охотник вломился к нам в хату И выставил нас за дверь Мы и пернуть не успели Был с ним другой мужчина, такой чернявый Ну, был Болтал без умолку Точно, Лютик Охотник завалил дверь изнутри? Есть какой-нибудь другой вход? Хм, вроде есть И где он? Вот же любопытный Обычный черный ход через туннель Так, на случай неприятностей Мы туда чужих не пускаем И еще там есть Цыц Вы вообще от этого охотника хотите избавиться? Правду сказать Так мы хотим от всех от вас избавиться Ну да ладно Вот тебе ключ Заходи сзади, через дверь покреба Спасибо А какие у меня гарантии, что ты меня не обманешь? Я пойду туда вместе с тобой У меня же нет выбора, правда? И без всяких штучек по дороге Ты же знаешь, я в любой момент могу тебе башки звернуть, как цыпленок А еще я знаю, что ты этого не сделаешь За мой труд тебе не заплатят А за живого, как я и говорил, сто слитков золота Сто слитков золота, ни больше, ни меньше Непуте Юлиан Альфред Пантрац, викон де Леттенхоф Викон Ну зовут-то тебя Лютиком Это для секретности И вот уже я каждому заправленному простопиле представлялся А теперь будь любезен, и мне развязаться Спасибо за субтитры Стихами Я что-то полетел. Продолжение следует. 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 Девушки отдыхают. 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 О, какое приключение! Сначала мы проворачиваем ограбление века, потом спасаемся от охотников. Замечательная история, но хватит сменять их похвастушек. Пойдем, Золотом. Надо убедить низушков, что они абсолютно ничего не видели. Материала на целый том баллад хватит. И тираж весь разойдется, как свежие булки. А, а лучшим будет кусок, как стражник перекинул тебя поперек седла, как мешок картошки. Ты заработаешь целое состояние. Еще посмотрим. Похоже, к старости ты становишься все сварливее. Я просто беспокоюсь. О ком? О Цири? Геральт, верь в нее! Ты хоть представляешь, как она дерется? Девочка сумеет о себе позаботиться, уверяю тебя. В любом случае, ей придется вернуться за коробочкой. С нее же все началось. Ты об этом? О, ты забрал ее, ублюдка? О, вот Цири обрадуется. Только ублюдок, должно быть, здорово разозлился. Ублюдка нет в живых. А-а-а. Так ты тоже умеешь злиться? Ну, надо сказать, мне его совершенно не жаль. Он заслужил такой конец, как и свое прозвище. А-а-а наш общий приятель, Сиги Ройвен, его ты тоже навестил? У него все хорошо. Жаль. Он, наверное, на меня обозлился. Цири говорила, что это? И зачем она отправилась с этой штукой к ублюдку? Она пошла к ублюдку, потому что я ее туда отвел. Я мог бы догадаться, что это был твой план. А что? У нее сломалась магическая штуковина, а у ублюдка был доступ к чародеям, которые могли ее починить. Кроме того, ей надо было разобраться со словами проклятия. Далось Цири это проклятие. Она его снять хотела или наложить, не знаешь? Она вообще не хотела о нем говорить. А я не настаивал. Ровно в тот единственный раз, когда это было нужно. Но я почти уверен, что она собиралась его снять. С кого? Или ее саму прокляли? Нет, не думаю. Мне не показалось, что она проклятая. Но она ужасно торопилась. Знаешь еще что-нибудь о проклятии? Какие-то детали, подробности? Ну, я знаю текст. Ты шутишь? Нет. Проклятие было по-эльски, и Цири постоянно повторяла его, чтобы не забыть. Звучало оно так. Мне это ничего не говорит. Мне тем более. Холера, этого мало. Цири говорила что-нибудь еще? Она вообще мало говорила. Геральт, она уже не та девчонка, которая носилась по Кайр Морхену. Да, да, по-прежнему живая и порывистая. Но она еще упрямая и молчалива, как ты. Точно. Она снова ускользнула. А я был так близко. Она приехала сюда из Велена. Там ей, как я понял, помогли. Может, она вернулась обратно? Сомневаюсь. Я поговорил с тамошним бароном, это он помогал Цири. Он сказал, что она уехала в Новиград искать Йен и меня. А Йен на Скеллиге. Осматривает следы, которые там, возможно, оставила Цири. Ну так что, Скеллиге? Скеллиге. Кончайте трепаться. Теперь моя очередь говорить с Лютиком. Ну, тогда я в следующей очереди. Идемте-ка обратно в Шалфей и Розмарин. Ну, на сегодня с меня приключений достаточно. Думаю, я вполне заслужил миску Жаркова и мягкую кровать. Мы сто лет не виделись. Может, заглянешь, когда будешь поблизости? Конечно. Думаю, мы увидимся довольно скоро. Ловлю тебя на слове. До свидания. И еще раз спасибо за помощь. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, вот открылось задание кровь и вино дополнение. Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, на самом деле ничего особенного, у нас таких много. Только не говори, откуда он у тебя, ладно? Ладно, бывай. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...